здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин с нами на связи из киева по скайпу политехнолог николай спиридонов здравствуйте николай здравствуйте михаил вот последнее событие в беларуси привлекают естественно большое внимание многие мировые сми пишут о том что там происходит и там параллельно интриги с выборами которые должны пройти 9 числа идет еще интрига с задержанием 33 так называемых вагнеровцев там тоже тоже много версий много слухов о том кому что почему это надо и вот среди них появилась так скажем украинское направление дело в том что значительная часть из этих задержанных людей как считается то ли воевали то ли принимали участие вооруженных действиях на стороне сепаратистов на донбассе и вот теперь стало известно что президент украины владимир зеленский говорил с президентом украины лукашенко и вроде бы попросил вернуть ну в кавычках скажем так выдать этих людей украине для привлечения их к ответственности связи с этим тоже возникает много коллизий вот о которых я хотел бы с вами поговорить скажите пожалуйста вообще как на украине к этому отнеслись и освещают эти события ну вы оговорились у нас президент украины зеленский ну ладно идем дальше относительно освещения освещают в украине ну на мой взгляд недостаточно что вот эти события недооценены последнее заявление лукашенко вообще достаточно многозначительное он сказал что он не знает кто эти люди эти 33 человека если даже лукашенко не знает то есть соответственно и мы с вами на сто процентов ему не можем быть уверены и он сказал что раскачивать что против белоруссии идет гибридная валы война и раскачивать ситуацию могут как россияне как американцы так и украинцы то есть он предполагает что украина может быть замешана в раскачивании ситуации с этим приглашает генеральных прокуроров россии и украины эту ситуацию расследовать то есть вот он не исключает что наемники эти могут быть и украинскими хотя более популярная получается версия что это наоборот вот люди которые некоторые из них воевали на стороне сепаратистов против центральной украины таком случае украина вроде как заинтересована в их выдаче для того чтобы тоже проанализировать том числе их войну против и киева против центральной украины и поэтому с этим возникает много самых разных вопросов если действительно это наемники то тут может быть самый разный интерес у лукашенко уже практически я отбрасываю ту версию которая ранее звучала что это договорняк белоруссии россии но на договорняк уже не похоже потому что если в российской федерации совбез собирался и столько было разных заявлений что как для договорняка это что-то уже слишком круто соответственно возникает предположение что белоруссия превращается для россии из дружественной страны в такую страну скажем не самую дружественную поэтому россия с большой вероятностью тоже пытается участвовать в раскачке лукашенко но украину за дело рикошетом видимо предполагается что и украинцы тоже в числе этих 33 людей есть хотя повторяюсь даже лукашенко заявил что ему не совсем понятно кто эти люди скажите пожалуйста вот политологи которые из разных стран и из украины из белоруссии из россии которые анализируют эту ситуацию они в частности говорят что некоторые из них скажем так считают что президент зеленский поступил опрометчиво потребовав их выдачи что если вдруг если вдруг президент лукашенко их все-таки выдаст из каких-то своих внутриполитических соображений что невозможно постигнуть все тонкости игры которые ведет александр григорьевич лукашенко так вот если он выдаст то они предполагают что это будет некая с одной стороны красная черта в отношениях россии и белоруссии что лукашенко это уж точно не простят а во вторых это будет некая с другой стороны и пощечина со стороны киева в отношении россии что может перевести к тому что россия начнет срывать вот те договоренности хрупкие очень хрупкие которые недавно были достигнуты в отношении донбасса вы разделяете такую точку зрения но знаете наемники если они там действительно именно наемники воевавшие на донбассе они могут сказать очень много интересного и как бы и тут возникает вопрос их национальности из какой они страны действительно ли это российские наемники или может это украинские наемники воевавшие на донбассе то есть непонятно откуда они даже наверное перечень стран можно еще расширить и возникает вопрос что они будут говорить ну действительно слишком дразнить россии я бы не советовал с другой стороны за всю историю боевых действий были задержаны буквально три там гражданина россии воевавших и поэтому соответственно к официальному киеву возникают большие вопросы вот когда мы говорим о российско-украинской войне возникает вопрос а почему собственно так мало россиян были задержаны и предъявлены мировой общественности а тут вот если еще будут предъявлены эти наемники хотя бы в количестве несколько человек то соответственно укрепиться официальная вот версия о том что война ну как официальная версия официально война не объявлена но принято вот украине во властных кругах говорить о войне прямой украины с россией соответственно эта версия найдет еще некоторое подтверждение что определенные наемники там присутствуют но другой стороны да это грозит обострением грозит эскалации конфликта а лукашенко судя по всему идет ва банк он уже понимает что его позиция достаточно шаткая и готов к резким действиям в том числе действительно если эти наемники более интересные украине то не исключено что она может их и выдать но другой вопрос опять-таки на каком основании их выдавать то есть это если они граждане украина если они допустим граждане россии знакомо основании выдавать украине ну только как говорят как пишут опять-таки украинские смы в том случае если киев официально располагает какими-то документами против этих конкретных людей в том что они нарушили те или иные законы воюя на донбассе ну а в белоруссии они вроде как тоже что-то нарушили раз задержанный почему лукашенко тогда не разбирается с ними в белоруссии почему он рассматривает вариант их выдачи тут тоже много вопросов и как я уже говорил даже ждет он генпрокурора украины у себя вот для этих понятно еще один более широкий вопрос касающихся касающиеся выборов президентских выборов в беларуси которые должны состояться если там ничего не произойдет естественно 9 августа лукашенко во всяком случае так считается очень дружественный президент украине он не признал аннексию крима крыма он всегда предоставлял какие-то подчеркивал свое доброе отношение к официальному киеву конкретно к зеленскому и так далее в связи с этим возникает вопрос а вот киев как относится сегодня я имею ввиду когда уже президентом стал владимир зеленский к лукашенко и предстоящим выбором он кого поддерживает кого он хочет видеть все того же лукашенко или же все таки других претендентов или же отношения абсолютно нейтральная на ваш взгляд но я бы не сказал что лукашенко прямо такое же дружественной к украине были определенные инциденты когда вот беларуси и задерживали украинцев как подозревается по сигналу фсб россии предполагалось по крайней мере пару лет назад что скажем белоруссия достаточно внимательно относятся к просьбам фсб россии может быть вот сейчас что-то изменилось в этом плане официальных я не слышал резких заявлений вот украинских политиков но нужно понимать что украина сожалению не на сто процентов субъектно и когда встанет опрос признавать ли результаты выборов беларуси довольно мало сейчас оснований полагать что лукашенко не будет переизбран скорее всего лукашенко будет переизбран и главным вопросом будет кто его признает сейчас связи с обострившейся ситуации не исключено что результат выборов может не признать даже россия и украина скорее всего официальная будет ждать вот отмашки с запада потому что частично поругавшись в россии и лукашенко вроде как немного улучшил отношения с западом но насколько улучшил непонятно скорее всего для запада он остается чужим и все равно там соединенные штаты америки и страны западной европы с большой вероятностью могут переизбрание лукашенко и не признать и украина видимо будет идти в фарватере западных стран если в целом запад будет иметь претензии к переизбранию лукашенко то наверное вот и заявление официальной украины будут по подобные отмашки потому что субъектность украины к сожалению сейчас не находится на наивысшей точке достаточно низкая и тем не менее я именно как раз об этом хотел спросить об этой щекотливой ситуации потому что евросоюз даже не посылает своих наблюдателей на выборы в беларусь тем не менее уже анонсирован судя по прессе украины через несколько месяцев визит зеленского в минск зеленскому нужна определенная международная поддержка у него еще скажем так позиции в мире не самые прочные видимо зеленский будет проводить определенные переговоры с лукашенко злые языки говорят о том что беларуси уже становится для россии и новой украина и украиной 2 что беларуси и действительно у россии уже все плохо если это правда то возможно будут определенные переговоры с беларуси и по включении по включению в условный проект анти россии но в таком случае зеленский скорее опять таки будет идти передатчиком информации то есть если вот у западного мира есть определенные идеи по этому поводу и может быть не очень удобно это обсуждать с лукашенко напрямую то зеленский вот может скажем так прощупать почву по этому вопросу но и в принципе необходимо определенные зарубежные визиты осуществлять сейчас вот таких сейчас связи с вирусом связи с пандемией количество встреч международных значительно уменьшилась поэтому вот связи с определенными проблемами в украине экономическими и другими определенную международную активность зеленский в принципе должен вести даже если от этого не будет глубокого смысла николай большое спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго спасибо его на этом все напомню что с нами на связи из киева был политтехнолог николай спиридонов до свидания